компания у нас зима дима немного вот но тем не менее работа продолжаем стараемся так сказать не сидеть на руки и у нас объект зимний такой был мы делали отопление в доме в колонском районе это коттеджный поселок малинский по мне же команда известны достаточно такой уже благоустроены но газа я так понял тут нет да у людей и то ли есть так или иначе наш заказчику мы ему делали там какие другие работы летом водопровод ставили и он нам обратился говорит ребят давайте сделаем отопление я так понял задача была не очень дорогое да разрешенная мощность тут у них по договору было 15 киловатт заявлено и котел соответствует с метражом дома мы выбрали 12 киловаттный котел стал фирмы принципе неплохая сколько котлов мы поставили же история у нас в общем-то по ним положительное вот но снимали недавно видео тоже был уже отдельно то что позвонил заказчик в итоге сказал что отключает скучается котел что-то не работает приехали разбираться оказалось на столбе им заузили мощность не 15 киловатт а похоже там 10 оставили поэтому когда котел выходил на номинал 12 киловатт он отщелкивал весь дом так что это вопрос решился но дима нам расскажет наверно что за схема реализовано здесь какие-то может быть основные узлы моменты вот что так 22 этих крана он оставил да на перспективу видимо с газом без газа с газом без газа да это перспектива подключения пилетника пристройки по идее должен встать пристройки пока нету за этим окошком нужно появиться где-то в том углу должен быть и летний котел и вот мы думали его подсоединить сюда соответственно не будет никаких автоматических переключателей с котла пилет на котел электрический поэтому просто вот будут краны закрываться как он будет отключаться а тут котел будет включать схемы такая бы максимально суровая простая схема ну а по данному исполнению что можно сказать самая в общем то простейшая простота двухтрубная плечевая до тупиковая система то есть вот у нас подача котла вот обратка котла и расходятся они уже на плечи и тут никакого коллектора тасс и какого коллектора нету он тут не нужен здесь небольшое количество радиаторов здесь обошлись без всяких коллекторов то есть вот одно ключа у нас уходит вправо раз два три четыре вариатор последний там в коридором осеньки висит другой стороны а вот вот это вот плечо да получается 1 последний радиатор в плече и он тепленький при приятный бред поэтому мы сначала ушли наверх и там мы раздваиваемся на первый этаж правую сторону и на второй этаж целиком вот так вот да тут прошли на дверь я предлагал бы нырнуть под пол но заказчик сказал давайте не будем дырявить пол все это там проводить непонятно где давайте сделаем вокруг двери да вокруг двери ну вот мы сделали в итоге вокруг двери это крайне радиатор нет первый а первый набор и дальше уходим в ту комнату там два и последний радиатор в санузле то есть в этом ключе тоже четыре радиатора в плане баланса такая очень слышно при желании можно все-таки этот беталопласт ровно да я особо обращал внимание ребят чтобы после монтажа выровняли все трубки здесь есть небольшое искривление но она вызвана тем что здесь уголки угол ну вот эти вот деревянные поэтому их аккуратно просто обошли а так что касается трубок подводящих мы их в этот раз пожелать желанию наших как сказать клиентов и подписчиков канала выставили по уровню все исправили все все кривые моменты поэтому все достаточно аккуратненько смотрят опять же была поставлена задача чтобы второй этаж можно было отключать либо отключить либо поджать если бы можно было просто отключить я бы поставил два шаровых крана и не палился вот данном случае чтобы можно было поддавить да немножко вот ставить вентиль именно именно вентиль это именно вентиль то есть он многооборотный полнопроходной да я поближе сниму это валтековская штука вот я на максимум лучше кран да кран тоже можно приоткрыть но если краном шаровым поставить его в какое-то среднее положение с течением времени из-за тока воды может шарик немножко деформироваться быть до деформирован может быть в системе отопления конечно это не так критично поскольку никакой никакого песка там не плавает да нету каких-то включений в воде которые могут этот шарик физически стирать а вот на водопроводов ну крайне не рекомендуется ограничивать там то есть этот прибор при предназначенном такие же режим экран для того чтобы закрыть или открыть на вентиль для того чтобы регулировать то есть там другой принцип для другой принцип абсолютно да поэтому у нас на котле шаровый экран что может было закрыть или открыть на радиаторах вентиля чтобы можно было регулировать плавно вентиль имеет 5 оборотов полных то есть можно плавно хорошем диапазоне регулировку сделать а шаровый кран он вот он что так что вот так полный проход что вот так примерно полный проход и все у нас был давно-давно опыт регулировки радиаторов на которых стояли шаровые краны груз таскада но мы отрегулировали да но это было очень сложно что-то еще интересного есть у нас патрубок для залива для залива слива да так как у нас полуобитаемый дом такой то есть люди приезжают пока уезжают то была дана там задача нам сделать незамерзающую схему соответственно мы залили здесь теплоноситель незамерзающий гликоль да чтобы удобно было его выносить в данную схему при падении давления при какой-то там еще предвижу что могут возникнуть вопросы относительно фильтра фильтр есть вот он следующий вопрос который может возникнуть ребята косой фильтр нельзя ставить вертикально это валтековский фильтр под названием универсальный и он может стать вертикально да то есть я его уже чистил как раз недавно приезжал то есть на всякий случай в принципе не зря там какое-то количество грязи оттуда вынул то есть все тут сеточка стоит под наклоном через нее все проходит и в ней все задерживается кстати у нас есть на канале видео мы приезжали к людям которые нам тоже монтировали отопление мы смонтировали они позвонили сказали у нас тут греет первый этаж греет второй не греет если там сарой прибавляем 1 стоит греть был дел мы долго долго ходили чесали репы смотрели там насос в кадре крутили батареи а потом догадались посмотреть данный фильтр открутили он был полностью забит там в хлам глины какой-то там грязи поэтому банального котла не было возможности прогнать это все циркуляция поэтому обращайте внимание на состояние если особенно один из признаков я думаю это падение разницы до подачи обратно и последние батареи там начинают плохо греть до подачи горячий обратно прохладно значит циркуляции нет то есть симптомы у вас появились например тело включается подобное даренство почему потому что он малое количество жидкости успевает быстро прогреть и выключиться так так что проводу сказал противоноситель как закачивать здесь быстросъемный патру поставил насосик раз и закачал данный так сказать прибор показывает нам наличие давления и она у нас стабильно можно так вот так вот будет ровно что касается металла пласта который мы здесь использовали на если все делать аккуратно и ровно все-таки остаемся при своем мнении что это эстетичные выглядят полипропилен дан для данного объема он будет толще в диаметре да я понимаю 25 труба там будет нет все будет аккуратно бела ну так или иначе пришли к такому нам нравится да ты что так вот красивее выглядел мы обвязали полипропиленом тут вопросов нет на металлопласте это обвязка была гораздо дороже того что тот тройник на металлопласте стоит 450 рублей а это 22 рубля разница есть там тоже разница есть безусловно я эту разницу говорил и как бы ну рисунки и фотографии приводил заказчик сказал давайте ну в принципе культурно красиво вот металлические богаче смотрится фитинги всего отопления это где-то 10 процентов удорожания ну да аккуратно красивенько так что пока простая недорогая а ты по бюджету можешь сразу там примерно хоть вспомнить там что получилось у нас тоже часто вопросы задает сколько такая схема стоит примерно дом у нас они помнят сколько квадратов да ладно я щас поставлю в районе там 90 квадратов сейчас расчет открою и скажу так спотом на пауз поставлю то есть сюда можно было девятку взять но был бобнотяг ты снимаешь да по площади получается 80 квадратных метров два этажа соответственно можно было 9 киловаттный котел в общем-то взять не проблема но тут будет пристройка еще и тогда девятка могла бы уже не потянуть плюс но всем сеночки тоненькие достаточно да кстати тепловизором проверяли говорят что стеночки окей а вот окна конкретно деревянные а фоне надо кстати а сколько там по статистике может мы были на семинаре там процентов на 60 тепла до через окна вылетает но это дырка до дырков толстый 20 там сантиметровой стене которая загорожена двумя кусочками прозрачного материала ну да между ними есть там какой то вот кстати обратить внимание когда будете думать об энергоэффективности дома об утеплении во первых деревянное окно она сама по себе до профиль толщина профиля то есть здесь явно где-то 4 сантиметра там профиль толщиной то есть для зидели зимы хотя зима к сейчас под вопросом но тем не менее однокамерный стеклопакет соответственно резинки не факт что нормального качества сейчас открывать не будем тема тема не в окнах но вернемся опять же радиатор и ромер мы поставили более бюджетный до сначала были рояль но они выходили там в общем общей сметы около 200 получилось материал плюс работа материал в данном случае 130 материал 130 работ 70 по дому поэтому еще до электромонтаж некоторые был то есть напрямую не относящийся к отоплению там добавить кое-что в щиток то есть gsm-модуль да то есть можно можно ли было сэкономить у нас один злободневный вопрос если закупаться материалами как-то самостоятельно на каких-то в проверенных местах может быть есть какой-то да там супер скидки супер скидки да то можно но в этом случае опять же вы берете на себя полная ответственность за комплектность плюс далеко не все такие как я выдают смету не по этом виде в котором она должна быть моя смета выглядит разлинованной то есть там написаны подключение котла это радиаторы это то это все можно взять купить и если как бы вообще какого-то нормальные фирмы так не делать а если на взять допустим отопление электричеством у нас дом 90 квадратов да получается сколько у нас за квадрат там среднем материал плюс работает так вот посчитать округлим 200 до рублей 80 квадрат ну 100 квадратов там он говорит дом ну да 2000 2000 квадрат до материал сработал получается но в районе 2000 получается так можете прикинуть для себя то есть у вас есть какой-то дом выходить собирать электричеством отапливать то материала плюс работа но среднему на сцены нет металл пласт вот если полипропилен можно еще мне кажется там смело тысячи то есть но диапазон диапазон понятен там допустим там ниже полторы тысячи точно не будет наверно на терапию сработать если взять там квадратуру там посчитать материал плюс работа можете прикинуть такая подсказка часто вопрос сомнительно что возникает а давайте прикинем на тошлили построили дамбурный дом но хотят при просто прикинуть сколько уже будет стоить отопление на ну вот можно таким образом прикинуть цифры назвали квадратуру назвали теплых полов нет какие-то супер больших прогон схемы поражаем так что такие моменты спрашивайтесь что комментируете будем также рады ценным каким-то подсказкам советом конечно мы далеко не супер профессионала своей области есть и супер поэтому если вы хотите поделиться опытом давайте общаться что-то мы расскажем что-то вы и общий так сказать культура этого рынка будет повышаться отопление всех благ до свидания